Вы как представитель русских элит, которые хочут остаться жить в Лондоне. Я не даю интервью. Мне кажется, было бы правильно вам занять стороны и продемонстрировать публично свою позицию, тем более, что вы пытаетесь снять санкции, артикулируя, что вы осуждаете действия России. Я не даю интервью, я вам представить. Но вы хотите остаться жить в Лондоне, правильно? Как вы оцениваете действия России по полномасштабному строительству в Украине? Я вам сказал, молодые люди, я не могу давать интервью. Почему? Это позиция моих юристов. Пожалуйста, не снимайте меня, потому что... Вы в публичном месте находитеся? Да, я понимаю. Хотим узнать вашу позицию. Мы понимаем, что вы хотите сохранить бизнес в России, как и большинство представителей российских элитов. И хотите сохранить свою жизнь в Лондоне. Поэтому не занимайте сторону. Прямо. Правильно? Там вас нет. Всем привет. Рубрика «Давайте назовем ее суть». И у меня к вам вопрос. Вот как вы думаете, произойдет такая ситуация в России с тем же Михаилом Фридманом, когда журналист бы подбежал, пусть даже прорвался через эти все кольца охраны, к нему с таким провокационным вопросом. Потерял бы он работу в этот же вечер, либо все-таки ему дали возможность доработать до завтра. И это в лучшем случае. Видео, конечно, потрясающее. Оно не только показывает те редкие моменты, когда Михаил Фридман бегает. То ли он бегает, то ли он грузчиком прикидывается в разных моментах видео. Это по-разному смотрится. Но еще более редкие моменты, на них надо оценить, когда мы с вами можем быть этому свидетелями. Но тут важно уловить эту суть. Я хочу, чтобы вы отстранились от того, что сейчас, в общем, обсуждается общественностью. Первая часть разделилась, говорят, почему ты это не ответил, те, почему ты так не сказал, где-то патриотизм. Некоторые просто молчат, понимая, что с этим грузом в 30 миллиардов долларов очень тяжело балансировать на краю пропасти. Суть-то в другом. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как офигевше в хорошем плане выглядят наши олигархи за рубежом. Посмотрите, какой он живчик. Я за Фридманом не следил, но я помню его развалившимся, буквально плывущим на диване, на интервью Тинькова, где он поотечески раздает какие-то непонятные советы. Тот вот так вот их слушает. Ну, и посмотрите здесь, свободный человек, где-то он картонку переделил, где-то он такси поймал, свободно себя ведет, никаких колец охраны, нормально общается. К нему могут подойти нормальные люди и задать вопросы, пусть даже те, которые он посчитает неуместными. Но они могут быть заданы в свободном обществе, и это меняет на самом деле все. Когда вопросы задаются, это начинает обсуждаться. Когда что-то обсуждается, грядут перемены. Если есть перемены, есть развитие. Вот так это все устроено. И мы можем быть этому свидетелями. Вот посмотрите не только на Фридмана, посмотрите на наших олигархов, которые ведут себя за рубежом. Просто потрясающе. Я очень хочу, чтобы вот эти вот стандарты потрясающести приблизились в каком-то разумном количестве времени, присутствовали уже в России. Вот это я хочу, чтобы вы отметили. Не знаю, согласны вы ли со мной, но очень скоро, уверяю вас, многие из вас так же будут думать. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!